обратите внимание идет накаливание элементов сейчас подождите еще друзья мои всем привет это видео я посвящаю снова теплому полу теплый пол электрический теплый пол в санузле есть у меня видео на канале перестройка 116 я в нем уже рассказывал показывал как нужно делать как нужно собирать как нужно подключать теплый пол но там есть небольшие непонятки и проблемы со звуком в общем кто-то не понимает кто-то не слышит и задают мне вопросы которые принципе они озвучены в этом видео но кто-то может что-то не услышал кто-то может что-то не углядел поэтому я снимаю новое видео о том как сделать теплый пол как его правильно рассчитать как правильно разметить но думаю так же как подключить и как запустить теплый пол в работу в общем в этом видео будет все более подробно наглядно так что смотрите это видео но я начинаю работать поехали первым делом перед тем как мы начнем приступим к работе с теплым полом нам нужно сделать разметку я уже здесь прочертил всех линии где мне нужно будет прорезать стяжку естественно предварительно я сделал стяжку выровнял пол в ноль в уровень чтобы потом просто спокойно укладывать на этот пол плитку так разметку я сделал таким образом чтобы места где теплый пол не нужен мы его игнорируем вот в этом месте у меня будет стоять ванна поэтому такой вот небольшой таким вот небольшим полукругом я завершил теплый пол здесь у меня будет унитаз но инсталляция в общем над ним чуть-чуть заходит под горшок чтобы было удобно сидеть и теплый пол грил во многие но в этом месте будет находиться раковина и стиральная машина соответственно также там присутствует теплый пол и так я начертил очертание теплого пола расположение всех линий где у меня будут находиться далее я замерил все размеры вот тут они указаны 158 147 147 100 до 147 245 ну в общем и так далее все размеры замерил ширина между линиями 10 сантиметров сложил все это линии все эти размеры воедино у меня получилось а 24 метра и 20 сантиметров и теперь мне нужно рассчитать сколько линии мне нужно будет здесь сделать это делается очень просто минимальный размер линии 8 метров поэтому 24 делим на 8 как вы поняли три линии каждой линии меня длиной 8 метров 7 сантиметров и начиная от начала где у меня будет терморегулятор и пошла линия пошла 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 и вот здесь вот она завершилась то здесь завершается первая линия и начинается сразу вторая сюда мы подведем кабель на который будет нас подаваться фаза 0 для тех кто не понимает обещу объясню проще фаза у меня с этой стороны уходит а ноль приходит получается два кабеля бой как это все сложно ладно попозже далее отсюда пошла вторая линия и закончилась она уже вот здесь тут закончился опять 8 метров 7 сантиметров и уже пошла третья линия вот все эти размеры у меня указаны которые я вычислил и третья линия заканчивается уже вот здесь возле терморегулятора ну как идет процесс прорезания бетонной стяжки я думаю показывать не стоит это все просто делаем это дело болгаркой и с помощью пылесоса чтобы можно то было как можно меньше пыли но для тех кто не хочет делать прорезание стяжки тот может сначала уложить теплый пол а уже поверх него сделать стяжку ну я по крайней мере делаю сначала стяжка потом прорезаем так мы сейчас я сделаю канавки в куда буду укладывать теплый пол а далее покажу как правильно происходит процесс подключения теплого пола к питающему кабелю в общем один из подписчиков мне как-то задал вопрос насколько долговечный насколько прочный данный кабель и какая какая вероятность того что он выйдет из строя по поводу того какая вероятность выхода и в этого кабеля из строя я не знаю но просто сейчас наглядно покажу вам пример того что происходит с кабелем с нагревательным если его поджечь вот так вот это происходит обратите внимание идет накаливание элементов сейчас подождите еще и все это с этим кабелем ничего не происходит вот так он распушился сейчас я еще подожгу ну в общем волокно как было так она и есть то есть ничего с ним не происходит в общем можно так поджигать и поджигать постоянно времени просто на этого нет поэтому вот в общем вот таким вот образом можно проверить насколько кабель горячий насколько кабель хорош то что с ним ничего не происходит когда он подвергается нагреванию ну в принципе можно надеяться на то что с ним после монтажа ничего уже не произойдет так что теперь смело можем начинать укладку данного кабеля чтобы ну и дальше я вам как обещал покажу как происходит процесс подключения ну естественно попытаясь более доходчиво объяснить как это все должно происходить на простом русском языке кстати провод для монтажа буду использовать два на два с половиной вот он как раз хорошо подходит для того чтобы можно было подключить кабель и то есть сделать нормальное его питание без всяких там осложнений подводим кабель к заданной точке и просто его обрезаем и теперь этим концом продолжаем дальше 24 метров нагревательного кабеля я уложил и теперь нам нужно в линиях местах разрыва соединить его с питающим кабелем кстати я забыл сказать что что глубина канавки должна быть минимум 5 миллиметров для того чтобы кабель спокойно в него мог лечь ну там можно углубиться до сантиметра это неважно и шириной где-то 4-5 миллиметров потому что сама толщина кабеля 3 миллиметра поэтому чтобы он аккуратно лежал точность вашей канавки нужно делать канавку таких вот размеров итак начинаем подключение с места разрыва так как данному нагревательному кабелю абсолютно неважно с какой стороны подходит фаза с какой ноль поэтому я буду называть просто цвета кабеля один кабель у меня синий другой у меня кабель коричневый в общем теперь будем называть их так коричневый и синий то есть если на одну сторону кабеля приходит на одну сторону нагревательного кабеля у нас приходит коричневый то с другой стороны обязательно должен быть синий и получается если уходит у нас с этой стороны синий значит на другой конец кабеля должен обязательно прийти коричневый а фаза но это уже не важно главное чтоб цвета не совпадали то То есть, коричневый ушел, синий пришел. Вот такой вот должен быть расклад. И теперь переходим к подключению. Происходит это следующим образом. Берем просто кабель, укладываем в канавку, то есть, замеряем нужный нам размер. Далее берем наш кабель и подрезаем его по нужному нам размеру. Один момент. То, что кабель, питающий и нагреватель, они должны быть нахлестом. То есть, они должны вот так накладываться друг на друга. Потому что, ну, если делать их просто примыкание, соприкосновение двух кабелей будет очень слабеньким. Поэтому нам нужно это делать нахлестом. Берем гильзу и термоусадку. Надеваем гильзу. Я вам покажу одну сторону, как это происходит. Дальше, я думаю, вы сами все поймете. И термоусадку тоже не забудем надеть. И теперь соединяем два кабеля в гильдии. Вот такое вот соединение должно получиться. И, соответственно, с этой стороны такая же самая процедура. Итак, первое соединение у нас готово. Коричневый с одной стороны, синий с другой стороны. Не забываем, эти цвета не должны никоим образом совпадать. Всегда цвет должен быть разный. На одном конце коричневый, на другом конце синий. Главное правило нужно запомнить. Записать, запомнить, чтобы не забыть никогда. Ну, а в том месте, где у нас провода соединяются, там цвет должен быть одинаковым. То есть синий должен соединиться с синим, а коричневый должен соединиться с коричневым. И пусть уже основной кабель идет у нас прямо сюда, там, где будет еще соединяться с кабелем, который должен быть в начале нашего нагревательного кабеля и в конце нашего нагревательного кабеля. То есть последнее соединение должно быть у нас в этом районе. И уже потом один кабель идет просто в терморегулятор. Следующий этап. Третий. Теперь нам нужно после подключения всех проводов установить термодатчик. Он находится в терморегуляторе. Ну, то есть он продается вместе с ним. Терморегулятор выглядит вот так. Вот такого плана. Тумблер включить, выключить. И задание нужной температуры. Термодатчик. Выглядит он вот так. На конце у него вот такой вот набалдажник, который является термодатчиком. Данный элемент, он сменный. Если вдруг выйдет из строя, он продается отдельно. Можно будет купить и заменить. Для того, чтобы его заменить, можно было в будущем, используется гофра. Гофра также приобретается отдельно. Несмотря, конечно, если вы покупаете комплект полный, теплый пол, термодатчик, терморегулятор. И гофра идет уже в комплекте. В данном случае все покупается отдельно. Но выходит гораздо дешевле. Так, берем чуть с запасом. Так, в общем, вот такая длина гофры нам нужна. Один конец гофры нам нужно закрыть. Для того, чтобы во время заливки туда ничего лишнего не попало. Ну и, соответственно, термодатчик у нас тоже не выскочил за пределы гофры. Термодатчик в гофру. Прямо до упора. Все. Так, термодатчик он здесь. И теперь, с другой стороны, можно немножко его зафиксировать изолентой. Чтобы случайно термодатчик не вытянули во время монтажа. Ай, как все это сложно. Ну и тут длинный кабель нам, конечно, не нужен. Подрезаем его. Остальное все убрасываем. Так, и теперь вот эту заготовку нам нужно уложить в эту канавку. Следующий и заключительный этап – это подключение терморегулятора. Обратите внимание, как спокойно ходит термодатчик туда-сюда. Ну, то есть мы его при необходимости можем спокойно вытащить. Так, теперь обратим внимание, то, что на задней панели терморегулятора есть обозначения L и N. Это у нас фаза 0. Сюда, соответственно, мы должны подключить питающий провоз 220 вольт. Так, следующий у нас идет уже подключение теплого пола. То есть вот эти два провода тоже не имеет значения, в какую клеммную колодку это засунуть. То есть можем синий, можем коричневый, разницы абсолютно никакой нет. И теперь основное, без чего не заработает терморегулятор – это термодатчик. Если он будет отсутствовать, регулятор просто не включится. Сильно не перетягиваем, потому что можем повредить элементы. Ну вот, все, теперь все у нас подключено, провода подведены, все готово к тому, чтобы произвести запуск. Включаем. Вот. Загорелась красная лампочка, то есть нагрев пошел. Мы можем проверить, как нагревается наш кабель на ощупь. Сейчас он нагревается очень хорошо, потому что нет больше никаких мешающих ему факторов. Но он свободно, в открытом положении, так что сильно мы его греть не будем. Сразу отключаем. Потому что термодатчик, он реагировать будет не сразу, он реагировать будет постепенно. Поэтому, чтобы наш элемент не перегорел, это возможно, если вовремя он сам по себе не отключится. Поэтому сейчас проверили мы все степлые полы. Он у нас работает, все ветки у нас функционируют. Я это потрогал на ощупь. Можно все это проверить с помощью специального приспособления, называется пирометр. Но сейчас его с собой у меня нет, поэтому я все это произвел на ощупь. Так как у нас все элементы теперь работают, нагревательный кабель функционирует, все, можно теперь смело все это замазать плиточным клеем, заполнить все пустоты, и потом уже спокойно укладывать на эту поверхность все, что вам нравится. Ну что ж, друзья, вот таким вот образом я продемонстрировал очередной раз, как нужно подключать теплый пол, нагревательный элемент, нагревательный кабель, китайский теплый пол. Ну, называйте его как хотите, как вам угодно. Вот вам инструкция, как это все должно происходить. В этом нет ничего сложного. Можно теперь закончить это данное видео на этой хорошей ноте, когда все у нас работает, когда все у нас функционирует, и я с вами поделился нужной вам информацией. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Ленар, на канале Перестройка 116. Ну, если у вас все-таки остались какие-то вопросы, которые вы хотите задать мне лично по поводу данного теплого пола или по поводу вообще ремонта в частности, то задавайте их в комментариях под этим видео, и мы будем с вами общаться, обсуждать, ну и в конце концов найдем общий язык. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.